Всем привет! Сегодня, 20 мая, мы опять в Сан-Франциско. Сегодня у нас мастер суд. Наш адвокат посоветовал нам недорогую парковочку в 5 минутах буквально от здания суда. Мы советом решили воспользоваться, поставили машину и идем в суд. Посмотрим, что там выйдет, как получится. Сан-Франциско Вот мы и вышли из суда, значит, прошел у нас предварительное слушание, прошло мастер суд так называемый, значит, как в каком-то сериале было, если честно. Нет, сначала нас запустили на 9 этаж, общее помещение, проходишь полный досмотр, коляска в стороне оставляется, значит, мы ждали своего адвоката, пропустили народ вперед. Очень много было мексиканцев, мы, по крайней мере, на этом слушании, мы были и русские. Подождали адвоката, он был, у него был процесс более ранен, значит, значит, он освободился, пришел к нам, зашли мы в процесс, нас сразу без очереди пропустили, потому что мы с адвокатом, как оказалось, те, кто с адвокатом, проходят без очереди. Вообще, много кабинетов, в каждом кабинете, я так понимаю, сидит по суде, проходят слушание, мы, по крайней мере, в нашем процессе были все места заняты именно мексиканцами, их, видать, каким-то скопом одновременно всех, значит, засушивали. А нас отдельно выделили быстренько, засушили, назначили дату суда, дату суда назначили очень раннюю, мы, даже адвокат удивился, он ожидал, что это будет где-то на сентябрь месяц, а в итоге нам назначили на 12 июля. Адвокат вел себя очень-очень профессионально, нам понравилось, как он разговаривал с судьей, в диалогах было все. На английском у нас спросили только имена, чтобы мы назвали, все остальное адвокат сам общался, значит, на 12 июля у нас будет уже слушание, за 15 дней до этого у нас должен быть уже полностью подготовлен наш кейс у адвоката именно, полностью наше дело подготовлено им, он переберет все наши бумажки, все наши справки, всю нашу историю, все соберет. Совет, я не знаю, да это же не совет, просто вот тем, кто там старается свою историю написать как-то именно по какому-то шаблону, если вы будете идти с адвокатом в суд, никакого смысла делать какой-то шаблон нету, у вас должна быть только ваша реальная история, потому что все равно адвокат все будет готовить сам. Ну вот как-то так, все прошло быстро, буквально в самом суде мы, у судьи были мы 15-20 минут, наверное, даже меньше, наверное, 20 минут. Вышли, теперь ждем наши документы из России, документы придут и едем к Алексу Таваряну, это наш адвокат. Смотрите дальше, оставайтесь на нашем канале, вот так прошел наш первый мастер-суд, может, если что-то вспомню, потом добавлю. Ну а пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok При выезде вот такая касса, у нас с 8 утра до пол первого вышло 16 долларов, 3 доллара в час по будням утром. С учетом того, что уличной парковки 3,5, по-моему, или 3,75, здесь получается дешевле. Такие расценки здесь у нас, значит, с 8 утра до пол первого дня вышло 16 долларов. Ну а на улице, уличная парковка стоила бы еще дороже. Там есть касса, есть аппараты самообслуживания, можно оплатить. Ну а мы поехали домой. Смотрите, что нашел в Сан-Франциско Делика с правым рулем. Реально Делика, прям, я такой сначала удивился, Делика, как в Японии комплектация, а на ней и руль правый. Вот такой вот он, город стиле диско, город Сан-Франциско. Даже Делики праворульные тут есть. Выезжаем на Golden Gate. Делики праворульные тут есть. Делики праворульные тут есть. Делики праворульные тут есть. Делики праворульные тут есть. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Прилетели вот на такой машинке Добавил субтитры DimaTorzok 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 Вот так мы стали невольными свидетелями работы береговой охраны города Сан-Франциско Ну а вас мы благодарим за то, что вы нас поддерживаете лайками, пишите комментарии Остаетесь с нами, оставайтесь дальше, смотрите наш канал Едем дальше, пока, пока